всем привет после предложу вашему вниманию видео о маршруте с такими знаковыми точками как первый это полярный крок стелла в Мурманской области затем из Мурманска отправляюсь в Магадан из Магадана во Владивосток из Владивостока в Крым ну и возвращаюсь в Москву пройденный путь это больше 33 тысяч километров время в пути 57 дней ориентировочное количество серий только на фронтальную камеру а я вел съемку на две а то и на три камеры которые были установлены сбоку так на фронтальную камеру 570 как минимум серий которые продолжительностью будет 1 час и на обработку которые потребуются порядка 570 серий 570 часов 570 дней каждая серия требует обработки примерно 6-7 часов и съемка на боковые камеры которые были периодически устанавливал то слева то справа то одновременно снимал сразу на три видеорегистратора ну это для себя для того чтобы посмотреть что проезжал потому что во время движения вертеть головой было некогда надо было все внимание дороге уделять и на привале просматривая видео боковых камер я был приятно удивлен что видео получилось качественное вот и я думаю оно будет интересно и вам и того получается по приблизительным подсчетам около тысячи серий около тысячи часов видео но это по времени обработки размещения займет наверное более двух лет буду по крайней мере стараться все это сделать отдельного внимания заслуживает это государева дорога федеральная трасса 360 лена и r504 дорога от якутска до магадана называется колыма трасса колыма состояние дороги обсуждать пока не буду это ближе это будет во время демонстрации видео вы можете задавать вопросы писать какие-то советы пожелания рекомендации ну например под каким названием размещать все это видео и стоит ли перемешать видео фронтальной камеры с боковыми то есть периодически включать то что это было снято на боковую камеру или же это разместить отдельным циклом но это я говорю примерно серий может быть 200 250 300 серий соберется я не занимался этим подсчетом это вызовет у вас интерес особенно трасса лена трасса колыма отдельно хочу сказать что по пути было две водные переправы через реку лена и через реку алдан на пароме на дальнем востоке значит владивосток находка ну вот поездка по городам которые были по пути заезжал в города снимал короткие видео о проезжающих о тех городах которые проезжал ну там кому-то будет интересно посмотреть на эти города за время движения случалось и ЧП но тоже об этом будет сказано в соответствующих сериях ну а так все в целом прошло благополучно без каких-то особых проблем вот из-за того что пыльные дороги сильно пыльные вот таких аварий достаточно много на трассе Р 504 это я не стал ковыряться искать остальные аварии тут одна из них попалась просто вот такие чистые реки Якутии например просто завораживает чистота красота этих небольших рек такие же реки и на Колыме просто можно любоваться 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 это фрагмент не самого худшего далеко не самого худшего участка Р 504 это может быть один из лучших участков когда двигаюсь со скоростью 40 км потому что большинство приходилось двигаться со скоростью 20 км в час ну будете смотреть видео сами в этом убедитесь ну и фрагмент такой небольшой это съемка на боковую камеру я специально не выбирал я специально не выбирал просто наугад выдернул этот файл ну вот решил вам показать как выглядит колыма из окна автомобиля вот это скажу далеко не самые лучшие видео с боковой камерой но таких видео очень много практически вся трасса 2000 км вот якутска до Магадана вот такие вот пейзажи за окном очень красочно еще в снегу да еще скалы вот это место для остановки отдыха приема пищи и ночевки город Уснера поселок здесь очень вкусно готовят манты такие манты которые я попробовал здесь я наверное лет ну 20 не ел очень вкусно готовят манты другие беды я просто не пробовал хорошая стоянка тихо и спокойно прямо у трассы рядом заправочная станция так следующее видео это Магадан двигаюсь к гостинице океан где остановился на ночь чтобы душ принять одежду постирать вот приехал в полдень и утром я уже стартовал из Магадана тоже очень красивые места тут есть и к океану спускался к воде ну посмотрите это центральная главная улица по-моему Магадана кстати задавайте вопросы пишите рекомендации свои советы как сделать как сделать чтобы видео было более интересным чтобы было интересно смотреть нужны ваши советы ваши рекомендации так после Магадана золотому вантовому мосту и по мосту через остров русский потрясающе зрелище красиво ну вызывает чувство гордости за страну за такие мосты оба моста ватовые по обоим проехал это значит стелла на трассе Амур ну она многозначная сама все за себя говорит тоже очень много путешественников восстанавливается да не только путешественники дальнобойщики останавливаются фотографируют оставляют какие-то что-то оставляют я например оставил несколько монет много монет там валяется на полу люди оставляют бросают уезжают знаковое место мимо не поедете трасса Амур федеральная трасса огромная территория площадка здесь она под наблюдением находится рядом пост ГАИ видеокамеры отслеживают все что здесь происходит то есть тут пандолизма нет это один из вантовых мостов это на острове русский самый большой вантовый мост значит второй мост я не стал искать терять время но тоже на видео по нему я буду приезжать в обе стороны максимально снижаю скорость включила аварийку люди понимают что идет съемка и особо не нервничают особо не злятся не свердится сразу из Владивостока перенесся в Крым это я уже возвращаюсь из Крыма потому что мост Крымский мост хотел заснять с подсветкой в темное время но рассчитался по времени и проехал его когда уже подсветка не зажглась и было темно это уже возвращаюсь назад красота автомобильный мост и с правой стороны железнодорожный мост я сам допустил опрошность что не стал в интернете интересоваться когда включается подсветка но вот так вот лоханулся так что если бы пожелаете заснять крымский мост с подсветкой надо в интернете найти узнать график режима подсветки моста ну я его видел и без подсветки днем и без подсветки ночью проехали тоже очень впечатляет проехал по крыму до севастополя по побережью вернулся назад это реклама магазина магазина хозяин рекламирует свой товар здесь я затарился немного продуктами рыбу взял в частности рыба хорошая вот хватило довести до москвы так что записывайте координаты можете заехать передать ему привет от видео дорог россии и купить необходимые вам товары в дорогу и еще я хотел бы сказать но это реклама будет в основном ролике в основной серии и еще о двух человек про два о господи как же правильно сказать есть два человека о которых я хотел бы сказать отдельно это водитель дальнобойщик вот он сейчас вот зеленая зеленый тягач с бульдозером в кузове это Иван дальнобойщик и у него есть брат Григорий это потрясающие люди невероятные просто о них отдельно я рассказывать буду уже рассказал во время движения в каждой серии во время движения в каждой серии в той серии я о них много рассказывал какие-то потрясающие люди Иван и Григорий все ну это Куба называется точка где останавливаются на ночевку на привал люди и вот сейчас немножко появится Григорий вот он Григорий с левой стороны у меня у меня просто нет слов благодарности этим людям за то что они для меня сделали бескорыстно вообще так что пишите комментарии задавайте вопросы на них я буду отвечать в аудио формате в каждой серии рекомендации советы пожелания и так далее желаю приятного просмотра комфортного просмотра комфортного